Добрый вечер! В эфире канала Россия 24 информационная программа событий недели. Более одного километра новых горнолыжных трасс откроют в Донбаях к 2024 году. Осмотр инвестиционной площадки по строительству новых объектов в курортном поселке составился на этой неделе на выездном совещании с участием заместителя министра экономического развития России Сергеем Назаровым, заместителя полпреда ВСКФО Владимиром Надыкто, председателя и членов правительства республики. До конца этого года планируется построить и реконструировать сети горнолыжных трасс общей протяженностью более 17 километров. А к следующему году скоростную канатную дорогу гондольного типа, апарт-отель на 96 номеров и кафе-купол на 250 мест. Также в планах строительства сооружения инженерной защиты. Кавказ.РФ подготовит мастер-план развития Донбая, который подразумевает анализы и предложения по обустройству новых канатных дорог и трасс, архитектурному облику курорта, перспективах развития новых горнолыжных деревень. Сегодняшний день, по мой взгляд, достаточно неплохо развита вся горная часть, с учетом того, что перспектива и строятся дороги. Соответственно, в этом году еще две канатные дороги будут. Да, наверное, можно модернизировать. Добавляются трассы еще, тоже республика строит, дополнительно расширяет трассы, приводится. А вот с поселком, конечно, здесь большая проблема. Тоже мы обсуждали о том, что нам надо будет совместно сейчас сделать мастер-планирование, соответственно, нарисовать перспективу, потому что много, соответственно, есть объектов незавершенных, фактически треть объектов незавершенных от общего количества. Вся инфраструктура дорожная, уличная дорожная сеть, она достаточно хаотичная, потому что весь период этот постсоветский застроен был как попало. Поэтому внести, или будет так сделать новый генплан, соответственно, сформировать общественное пространство, убрать то, что тут незаконно, и тогда вид, в общем-то, будет достаточно приличный. И дальше смотреть, как его развивать в едином стиле, в едином архитектурном стиле, собственно, чтобы это было действительно привлекательно для туристов. Затем делегация из Донбая направилась в Черкесск. В Центре молодежных инновационных технологий состоялась встреча заместителя министра экономического развития России Сергея Назарова и председателя правительства Крачево-Черкесии Мурата Аргунова с бизнес-сообществом республики. На круглый стол были приглашены представители институтов развития и банков. Среди перспективных направлений экономики нашей республики замминистра назвал туризм, животноводство, выращивание и переработку овощей и фруктов. Отдельной темой для обсуждения стали приоритетные для республики инвестиционные проекты. Есть необходимость создания новых и, конечно же, поддержка уже реализуемых проектов. Подытожил Сергей Назаров. На этой неделе глава Карачева-Черкесии Рашид Тимрезов провел очередной прием граждан. Поднимали проблемные вопросы из разных населенных пунктов по различным направлениям. Пояснения по каждому давали руководители профильных ведомств. Так, в текущем году в Новой Тиберде планируется возведение ФАПа. Вся необходимая документация уже подготовлена. Обеспечение аула Эль-Теркач чистой водой намечено завершить до конца нынешнего года. До 1 сентября 2023 года проведут работы по благоустройству территории двора многоквартирного дома по улице Ленина, 57, Черкеска. Рашид Тимрезов рассказал также о планах по дальнейшему благоустройству парковой зоны в районе РТИ и ремонту ДК. В течение ближайших месяцев будет выполнена газификация 36 домовладений в станице Преградной, для чего уже проведено более 800 метров коммуникации. Жители хутора Новоисправненского надеются, что для их деток будет полностью обустроен Дом культуры. В скором времени в нем начнется капитальный ремонт, сроки и качество работы на контроле у главы республики и членов правительства. Хочется тепла и уюта, чтобы отапливались все кабинеты, чтобы детки свободно занимались своими интересами. Просто в одном кабинете занимаются и театральным творчеством, и рукоделием. Как бы тесновато деткам. В парламенте Карачева-Черкесия обсудили вопросы противодействия религиозному экстремизму. В заседании под председательством помощника полномочного представителя президента России ВСКФУ Айдемира Валиева участвовали депутаты Народного собрания, члены правительства и администрации главы республики, представители силовых ведомств, духовенства, общественных организаций. Али Баташев подробнее. Первый вице-премьер парламента Дагир Смаков во вступительном слове отметил, что Карачева-Черкесия – многонациональная и многоконфессиональная республика, в которой в мире и согласии проживают более 80 представителей разных народов. Он подчеркнул, что это заслуга самих жителей региона, руководства субъекта, работы институтов гражданского общества и правоохранительных органов. В республике налажено конструктивное взаимодействие между ответственными ведомствами, общественными объединениями, религиозными организациями и другими институтами гражданского общества. Мы все с вами свидетели нашей маленькой родине, да, и такое огромное усилие, какое внимание уделяет наш глава республики Рашид Бориспевич к развитию и христианства, и ислама на территории нашей республики. Строятся новые храмы, мечети. Представители духовенства отметили, что работа с населением ведется в формате проповедей, где объясняется суть истинного ислама и христианства. Пящественная молитва – это хорошая, огромная площадка, созданная Всевышним для нас, чтобы мы могли донести слово Божие, слово ислама для простых людей, чтобы они поняли ислам, какой он должен быть, а не тот, который нам навязывается, извне. Помимо этого, в силу нашей традиции – это похорон похорона, на которой остается очень большое количество людей. По слову нашего владыки, мы здесь не живем рядом, мы здесь живем вместе. И за это усилие, за это усердие благодарен. И на тем вызовом, который, конечно, возникает, но как прошлым вызовом был дан ответ, и поставлена защита, без всякого сомнения. И на нынешние вызовы все вместе этот ответ и защита будет дана. Зам. Начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Карачаево-Черкесии Марат Абазалиев доложил, что в данный момент ситуация в республике стабильная, бандформирований на ее территории нет. Однако отметил, что Карачаево-Черкесия – одна из первых регионов уже применила административные меры к жителю субъекта по статье «За дискредитацию вооруженных сил России» и распространение фейковой информации. По инициативе Центра противодействия экстремизму МВД по Карачаево-Черкесской республике с представителями традиционных конфессий республики на постоянной основе проводятся рабочие встречи по отслеживанию обстановки у республики в сфере межэтнических, межконфессиональных отношений, а также с целью недопущения распространения экстремизма среди населения и молодежи. В ходе проведения мероприятий причастность к конфессии, диаспору и других организаций к экстремистским движениям не установлено. Для профилактики и пресечения экстремистских проявлений в обществе широко задействованы СМИ региона, которые ведут вещания на пяти языках. Идет работа в образовательных учреждениях. Кроме того, проводятся анализы и мониторинг информационного пространства в сети интернет с целью выявления материалов экстремистской направленности. В министерстве проводится работа, так называемая «Кибер-дружина» состоит из шести семи блогеров разных национальностей на периодичной основе, каждый год осуществляет мониторинг в сети интернет, в социальных сетях, в мессенджерах для выявления негативных материалов, связанных с экстремистской террористической деятельностью. За прошлый год министерством было выявлено 450 материалов. В дальнейшем эти материалы каждый месяц направляются в Центр противодействия экстремизму для дальнейшей работы. Помощник полпреда президента России в СКФО Айдамир Валиев отметил, что в республиках Северного Кавказа ожидается усиление давления извне с целью дестабилизации обстановки в стране и призвал объединить все усилия, чтобы не допустить разлада в обществе на основе религиозных или национальных разногласий. Также он поблагодарил духовных лидеров и общественные организации за продуктивную работу по сбору и отправке гуманитарной помощи в зону СВО и на освобожденные территории. Али Баташев, Станислав Алтухов, Вести Карачаева, Черкесия. Шесть проектов в сфере развития цифровой медиакультуры были представлены в Центре для одаренных и талантливых детей «Спутник». Всего предварительный отбор для участия в программе развития цифровой медиакультуры прошли 50 ребят. Важность и актуальность каждой работы оценивали глава республики, эксперты и Артур Мхце. Ученица средней школы села Учкикен Аида Байчорова представляет экспертной комиссии проект своей команды. Главная задача молодых интеллектуалов – объяснить людям пенсионного возраста необходимость и удобство использования современных цифровых разработок. По актуальности и реализации каждой работы звучали экспертные мнения. В первую очередь, конечно, им бы облегчило решение всех ГУСУ, МФЦ и так далее. Мне кажется, это была бы еще и очень практическая помощь для них. Всего членам жюри были представлены шесть работ различной тематики. Компьютерная и правовая грамотность, популяризация патриотического воспитания, национальных видов спорта, информирование об исторических личностях Карачао-Черкесии и видео-визитка до сопримечательностей республики. Умение грамотно составить проект, обосновать его важность, сделать акценты на наиболее выигрышных позициях – все это непременно пригодится во время их реализации и взаимодействия учащихся с вовлеченными в процесс ведомствами. Проблематика нашего проекта заключается в том, что многие школьники не так увлечены программой уроки о важном, разговор о важном. Поэтому мы разрабатываем национальный проект, чтобы продвигать идеи патриотизма, именно опираясь из наших корней. Наш проект просвещен интеграции пожилого населения в медиасферу. То есть мы будем организовывать открытые мастер-классы, после чего будем просить людей, пожилых людей, подписываться на наш телеграм-канал, на наш ютуб-канал, будем публиковать видеоролики, обучающие видеоролики. Думается, как нельзя, кстати, будут и коррективы в проектные работы, внесенные главой республики Рашидом Тимрезовым и руководителями региональных профильных ведомств. После того, как все проекты были представлены, экспертное жюри определилось с местами и обладателем Гран-при. Наиболее значимой названа работа, которая должна помочь изменить в лучшую сторону отношения пожилых людей к государственным сервисам, онлайн-платформам и гаджетам. Гран-при получает команда «Обратное наставничество цифровой товарищ». Впрочем, это вовсе не значит, что остальные проекты останутся на бумаге. По каждому из них будет сделано все необходимое, чтобы развивать цифровую медиакультуру различных категорий населения республики. Глава региона пожелал каждому участнику мероприятия дальнейших успехов в любом направлении профессионального развития, которое они для себя выберут. Артур Махцем, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии подвели итоги первого этапа иммунизации от полиэмилита. Наша республика показала самый высокий уровень охвата вакцинации среди субъектов Северного Кавказа, где была организована дополнительная иммунизация. Первый этап прививочной кампании от полиэмилита проходил с 27 февраля по 5 марта. Вакцинации подлежали дети в возрасте от 3 месяцев до 9 лет включительно. Минздравом региона в достаточном количестве была приобретена вакцина. Кроме того, образовательный процесс в детских садах и школах был организован таким образом, чтобы временно разобщить привитых и непривитых детей. Также проводилась разъяснительная работа со взрослыми о необходимости проведения профилактических прививок, в том числе дополнительной иммунизации против полиэмилита. Второй этап вакцинации пройдет с 3 по 9 апреля. Знаковое событие в культурной жизни Карачева-Черкесии. Вечер памяти, посвященный 85-летию Аскерби Асуиновича Киреева, состоялась в филармонии. Долгие годы Аскерби Асуинович занимал должность заместителя редактора. Республиканская газета «Ногайда-Высы» был первым редактором, директором и основателем детского журнала «Мамет-Экей». Еще раз выразить уважение замечательному человеку, поэту, журналисту и писателю Аскерби Акерееву собрались друзья, коллеги, родные и почитатели его таланта. «Добрый мир чудесных книг» выставка произведения Аскерби Акереева встречала гостей. Аскерби Асуинович плодотворно отрудился на Ниве Ногайской литературы и журналистики. Я скажу словами Пушкина, я памятник себе воздвиг, нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Но лучше этих слов что можно сказать? Поэтому я сегодня Аскерби Асуиновичу думаю, что он действительно оставил свой след такой огромный. Наши творческие люди, как ротники, они маленькими ручьями скромно собирают красоту в свое творчество и стекаются в огромный океан, говорили выступающие. Еще один источник для детей появился 20 лет назад, когда Аскерби Асуиновичу пришла идея создания журнала «Мамет-Экей». Он нашел понимание и поддержку Джанебека Юнусовича Суюнова и появилось детское издание. Цели, задачи и в части воспитательной части, и в части изложения тех статей, которые там будут, что они должны внести в силу нравственную, цензурную и другую составляющую. И самое главное, наверное, то, что будет гарантировано в рамках бюджетного кодекса иметь определенную хотя бы часть финансирования, которое не идет вопреки финансовой дисциплине бюджета республики. Это все было принято и вот, пожалуйста, на сегодняшний день мы имеем такой журнал. Долгие годы Аскерби Асуинович проработал в газете «Ленин и Йолуй», затем Ногайда Весе и пользовался большим уважением среди коллег, был талантливым и мудрым наставником. Детским писателем может быть только чистый, только добрый человек. Именно таким был Аскерби, именно таким он остался в наших сердцах. И только благодаря ему, ну, тем, кто ему помогал, я вас не называю, благодаря ему создался с государственно-правовой формой такое государственное учреждение «Детский журнал» и до сих пор он процветает. Аскерби Киреев был верным товарищем, всегда готовым подставить плечо, вспоминает аж Магомед Катаганов, с которым их бескорыстная дружба продлилась 50 лет. Клад мудрости. Он великолепно знал устное народное творчество Ногайцева. Он использовал все. И можете представить, он и день, и ночь трудился. Для него отдыха не было. Он был таким моментом, что мы выезжали отдыхать, он там не отдыхал, он все время писал. Супруга Аскерби Киреева, Шерифея Ибрагимовна, выразила благодарность организаторам мероприятия и всем собравшимся на вечере памяти. Не только яркий след в творчестве и добрую память узнавших его людей оставил заслуженный работник культуры России, народный поэт и заслуженный журналист Карачева-Черкесии Аскерби Киреев, автор почти 30 книг. Его имя бессмертно, потому как продолжает жить в детских сердцах, читающих его многочисленные произведения. Аладинаева, Светлана Кокова, Расул Бердиев, Вести, Карачева-Черкесия. Преподаватель Качего имени Умара Алиева стал обладателем гранта Российского научного фонда. Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры информатики и вычислительной математики Аминат Узденова представила свой исследовательский проект «Новый подход к моделированию гальвано-динамического режима масса переноса в электромембранных системах». О научной деятельности с преподавателем физико-математического факультета побеседовал Алихан Лепшоков. Приветствую вас, Анна Маргеменовна. Я знаю, что вы относитесь к династии ученых Карача-Черкесского госуниверситета. И для начала хотелось бы узнать, откуда у вас появилась идея стать ученым, углубиться в науку. «Наукой я начала заниматься со времен обучения в университете. Но, как вы сказали, папа у нас был ученый и большое значение придавал занятиям наукой. Он пытался с первых курсов нас связать с лучшими учеными университета, так, чтобы они нас взяли в свою работу. Мы маленькие студенческие работы писали, в общем-то, с тех пор. После окончания университета поступила в аспирантуру. У меня появился научный руководитель Уртинов Мохаммед Хусеевич. И мы с тех пор занимаемся матмоделированием». «Откуда появилась инициатива принять участие в грантовом конкурсе?» «Идея грантов, она появляется как сопутствующее направление, потому что исследования проводятся, и так, и так есть у них финансирование или нет. Но государство и республика, да, наш глава республики периодически объявляют конкурсы для молодых ученых, в которых очень интересно принять участие, попробовать свои силы. До этого я была исполнителем проектов своего руководителя, других ведущих ученых Кубанского университета. Ну и я поняла, что это все исполнимо, решила попробовать свои силы. Я была руководителем проекта РФФИ, Российского фонда фундаментальных исследований. Чуть раньше, в конце прошлого года, получилось выиграть грант Российского научного фонда. Это дополнительное финансирование, которое значительно раскрывает возможности по участию в конференциях, закупке программного обеспечения, ну и много чего становится более доступным, благодаря дополнительному финансированию». Алина Магедовна, в чем заключается уникальность вашего научного проекта, который выиграл грант? «Мы проводим математическое моделирование. Фактически разрабатываем инструмент теоретического анализа процессов в мембранных системах. У мембранных систем есть приложение в очистке воды, подготовке сельскохозпродукции, но мы занимаемся тем, чтобы дать инструмент теоретического анализа процессов, которые протекают в этих системах, чтобы практики могли оптимизировать работу этих систем, могли понять, что там происходит. Но уникальность работы в том, что мы построили двумерную модель, которая учитывает развитие электроконвекции в мембранных системах. И посчитали вольтамперную характеристику, которая впервые соответствует характеристике реальных мембранных систем. То, что в реальном натурном эксперименте измеряет, наша кривая расчетная повторила форму. И мы смогли сделать заключение, доказать, что там есть участок вторичного подъема, который говорит о том, что эффективность процесса выше, что это связано с развитием электроконвекции. И сейчас занимаемся тем, что моделируем различные электрические режимы. Первая модель была для потенциостатического режима, то есть когда задается скачок потенциала. Сейчас то, что говорится, ноу-хау у нас, то, что мы моделируем режим, когда задается постоянный ток в системе. Почему это важно? Потому что один из способов повышения эффективности – это управление электрическим режимом. Важно уметь описать любые режимы работы устройства. Как вам удается сочетать преподавательскую деятельность на физико-математическом факультете и научную? Научная работа перекликается с учебной, потому что я работаю на кафедре информатики, вычислительной математики. Со студентами мы рассматриваем модели попроще, с теми, которые поспособнее пишем научную работу. Вообще работа с молодежью, она помогает развиваться самому, потому что то, что ты в общении со студентами получаешь, тебе позволяет найти решение, может, научной задачи. Во время того, как научную задачу решаешь, думаешь о том, ну, получаешь ответы на том, а как лучше было бы объяснить это студентам? Я считаю, что это неотъемлемые части, научная работа и учебная. Учить студентов, не развиваясь, не ища какие-то новые задачи, тоже нечестно, надо быть впереди. А с другой стороны, если ты получаешь новые знания, надо постараться молодежь к нему приобщить, сделать более доступной. И в завершении будете ли вы принимать участие в других грантовых конкурсах? И что вы готовите в этом году? Проект, который я сейчас выполняю, он молодежный. У меня исполнители, аспирант Узденов-Муслим и магистрант Каханфенова-Сабина. Они, каждый из них, у одного это диссертация, у другой это магистрская, занимаются частью проблемы моделирования мембранных процессов. И мы получили поддержку на общий проект у нас, коллективная заявка была. Интерес, конечно, есть, потому что у нас и руководство университета, Аталтан Аубикирович, поддерживает все наши инициативы. Если мы не получаем поддержку из фонда, то университет поддерживает наши исследования. Поэтому мы, я думаю, дальше будем развиваться. Планы большие, нерешенных задач много. Ну что ж, хотелось бы благодарить вас за плодотворное интервью и желаю успехов в вашей научной деятельности. Яркая премьера в Кисловодском цирке. Жители и гости Крачева-Черкесии и Ставропольского края приглашают на яркую премьеру весны шоу «Звездный круиз». Репортаж Светлана Шаганова. В Кисловодском цирке приземлился космический корабль, и он приглашает всех в незабываемый полет. Вы побываете на различных планетах и увидите созвездие нашей огромной солнечной системы. Зрители, пристегнув ремни, занимают места в космическом корабле, который отправляется в загадочный космос. Дан старт – поехали! Космическое приключение «Звездный круиз» – это необычное цирковое шоу. Это яркий спектакль с интересной сюжетной линией и смелым режиссерским решением. Благодаря перевоплощению зрители путешествуют по планетам, где знакомятся с их обитателями. И вот Солнце, Марс и Венера. Захотелось сделать вот такой вот космический круиз, типа Стартрека, ну что-то такое, пятого элемента, туда все отдаленно интересное. А вот и созвездие «Большого пса». Всем известная Круэлла и ее дулматины. Своё обаяние и актерское мастерство демонстрируют не только пятнистые собачки, но и представители других пород. Номер словно собачий оркестр, и в нем роль первой скрипки исполняют и другие животные. Виртуозный пони и наездник рыжий кот. Компания разношерстная, но очень дружная и артистичная. Как кот подружился вот с ними? Легко, то есть из животных, когда мы начинаем животных в номер вписывать, мы, соответственно, делаем это все за кулисной части. То есть они на манеже друг с другом не встречаются. Они у нас встречаются впервые за кулисами. То есть у нас есть какая-то комната, где у нас содержатся кошки. И если мы знаем, что вот эта кошка будет ездить на собаке, мы начинаем потихонечку их приучать друг к другу уже там. То есть приводим, знакомим, ночевать оставляем друг с другом. Все постепенно, все вводится. В современном театрализованном шоу молодые цирковые артисты российской государственной цирковой компании. Амбициозные, выполняют сложные трюки, завораживают своей красотой и смелостью. Трюки и под куполом, и в самом манеже. В программе представлен и редкий цирковой жанр слейклайн, развивающаяся область эквилибристики, ходьба по специальной стропе. Первый наш космический полет. Я вот шоумен такой вот лучезарный, и кто-то там луна и так далее. Поэтому это все создавалось, конечно, под наши характеры строилось. Каждому артисту подбирали образ. И в каждом номере свой космический шарм, своя необыкновенная космическая энергетика. И вот к нам навстречу летит созвездие Пегас. Лошадь в такт музыки исполняет грациозные па. Путешествуя по планетам, зритель попадает в сады Ривенделла. Это один из красивых номеров программы. В манеже цари всех зверей, львы и легенды российского цирка. Они смело доверяют свою голову острым клыкам и мощным лапам. Потому что это очень опасный трюк. Потому что этот трюк действительно на грани жизни и смерти. Основной упор работы именно на вот этот вот сильно близкий контакт. И если зритель через пару минут забывает, что это перед ним лев, особенно когда пропоет мальчик наш, вначале все вздрогнут, то потом забывают, что это лев, ну, значит, мы свои цели достигли. Ради этого работаем. Это тоже большая редкость, когда львы поют в манеже, потому что это такое именно басистое низкое горловое пение. Идет такая метка территории, в первую очередь. И во вторую, то есть это только животное, которое мы очень спокойно в состоянии. Но предупреждаешь, что сюда не шуешь. Да, но это моя территория. Невероятно красивое шоу. Яркие костюмы, декорации, спецэффекты, авторская музыка погружают всех в атмосферу космического пространства. Это незабываемо. Чувствую, вот это правда попадаешь в космос. И забываешь, что ты на планете Земля. Мне очень сильно понравились вы. Это очень интересная программа. Мне очень понравились львы и другие животные. Очень яркая и интересная программа «Приходите все в цирк!» Очень лучшая программа. «Приходите все в цирк!» Космические приключения подходили к концу. Но не хотелось расставаться с космическими пиратами и забавными космическими клоунами. Межгалактический лайнер приземлился в Кисловодске и ждет новых пассажиров. Разгадайте тайны.